МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на снижение температуры, замерзшие водоемы все еще остаются источником повышенной опасности, сообщают в телеграм-канале Красноглинского района. И напоминают о правилах безопасности. Недопустимо пребывание малолетних детей и подростков на водоемах без сопровождения взрослых или родителей. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться протаренных троп. Взрослым необходимо пресекать попытки выхода детей на лед. Беспечность может обернуться трагедией. Жители Октябрьского района через телеграм-канал приглашают принять участие в опросах, которые проходят на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Самарцы могут оценить качество и оперативность работы управляющих компаний по расчистке придомовых территорий от снега и наледи, скорость вывоза мусора из контейнерных площадок и узнать, как правильно утилизировать елку после праздников. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают о семи выплатах, которые вырастут в 2023 году. Это коснется материнского капитала. Он увеличится до 779 тысяч рублей с 1 февраля. Страховые пенсии по старости вырастут на 4,8%. Пособия беременным при низком доходе – до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Максимальная декретная составит 383 тысячи рублей за 140 дней. А пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан – до 33 тысяч рублей в месяц. Полусятся также выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7, от 8 до 17 с учетом повышения регионального прожиточного минимума. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 тысяч 11 рублей с 1 февраля. В пенсии больничные пособия на детей теперь будет назначать Социальный фонд России. Он образовался в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok